Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приветствуем в главном книжном магазине страны. Благодарим за то, что в этот вечер вы пришли сюда на премьеру фильма «Драгоценная история», которую мы сделали совместно с Мариной. Это документальный фильм «Портрет» о писателе, о любви, о человеке, который влюблен в свое дело, который посвящает свою жизнь писательству об этом непростом пути, труде. Вы знаете, мы неспроста сделали премьеру именно здесь, а, например, не в доме кино, как обычно положено, потому что, во-первых, здесь тоже проходили съемки, а, во-вторых, это все-таки храм литературы, поэтому это такое символичное место. И я хотела бы особенно отметить одного эксперта в этом фильме, это Борис Семенович Есенькин, который сегодня предоставил нам эту площадку, и в интервью он сказал, что писатель сегодня должен общаться с читателем не только посредством своих книг, но и с помощью различных мультимедийных проектов. Один из самых действенных, наверное, способов – это, конечно же, кинодокументалистика. Мы начали с документального кино, я думаю, что впереди у Марины и экранизации, за этим дело долго вообще ждать не будет, скоро это обязательно случится, потому что романы действительно потрясающие. И эта картина сегодня будет презентована здесь, в начале недели мы покажем ее в эфире телеканала «Русский мир», после этого фильм будет ретранслирован на ряде крупных государственных каналов, отечественных и зарубежных в том числе, потому что заявки уже у нас есть, он будет показан и на спутнике, и на кабеле также, а также этот фильм получит прокатную историю по различным международным и российским кинофестивалям. Как режиссер этой картины я хотела бы отметить, что, вы знаете, каждая работа, она особенная. Ты вкладываешься в нее всем сердцем, ты думаешь, ты живешь этим проектом. И, вы знаете, работы строятся по-разному, иногда бывает очень тяжело идет какая-то картина. И, вы знаете, за всю мою практику, наверное, это была впервые такая легкая, творческая, парящая работа, когда человек, о котором ты делаешь картину, он легко идет на те творческие задачи, которые ты преследуешь в этом фильме. И поэтому, мне кажется, что он получился довольно динамичным, он получился активным, при этом он получился с подтекстом. И я очень надеюсь, что каждый из вас увидит в этом фильме что-то для себя, о чем-то задумается и, конечно же, откроет книгу автора. Марина, вам слово. — Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы сегодня здесь, со мной, с нами. Спасибо, что пришли на эту премьеру. Вообще, сказать честно, для меня это была очень изначально сложная работа, потому что я скромный человек и не очень люблю рассказывать о себе, ну, хвалиться, не знаю, у меня это не получается. Но, тем не менее, я решила попробовать, потому что с любовью мы познакомились три года назад. Сначала я участвовала в радиопередаче с Натальей, мы с ней говорили, о книге «Реинкарнация». А потом, через некоторое время, с любовью мы снимали, у нас была встреча, как раз посвященная 75-летию годовщины Победы. Мы как раз обсуждали книгу «Украденное детство», говорили о тяжелой этой книге, потому что книга действительно очень серьезная, она рассказывается о войне, о тех событиях, которые были. И эта передача настолько легко у меня прошла, настолько стало яркие впечатления, что когда я у Любовь предложила попробовать сделать фильм, я сначала посмущалась, посмущалась, потом подумала, а почему нет? Но, в конце концов, если талантливый режиссер предлагает действительно сделать фильм не только обо мне, но в основном о моих книгах, конечно, они — это мои дети. Но кто будет против, если будут рассказывать об их детях? Конечно, дети — это святое. Для меня книги — это мои дети, они святые для меня. Поэтому мы решили поработать, и, если честно, я получила колоссальное удовольствие, потому что Любовь действительно очень креативный человек, она неординарно совершенно мыслящий человек. И, как я люблю говорить, наши тараканы совпали. Наши идеи, они, в общем, шли параллельно, и получилось, в общем, всё очень динамично, ярко. Ну, я так думаю, что давайте мы посмотрим, а дальше уже будем говорить. Да, давайте посмотрим, а после этого обсудим. Да, спасибо. Спасибо. Вы любите запах новых книг? Чем они пахнут? Приключениями, загадками, любовными историями, тайными, переживаниями? Каждому из нас книги дарят свои личные, интимные ощущения. Именно в этом кроется сакральная близость читателя и писателя. Они, как два возлюбленных, сливаются в парне страсти, но их роман — метолок. Он заканчивается на последней странице эпилога. На этот раз нам предстоит разгадать одну детективную историю, в которой замешаны книги, женщины и драгоценности. Гранат, посмотрите, какой он красивый. Его называют камнем страсти, талисманом влюбленных. И он, как нельзя лучше, подходит той, кто рождает из-под своего пера невероятные сюжеты, кто делает историю по-настоящему живой. Я не пишу любовные романы. Соответственно, это историко-приключенческие романы, которые интересны всем. Они не только увлекательны, они еще и познавательны. Я рассказываю много на своих страничках именно о истории. Например, когда я писала о пиратах, я год училась в военно-морской академии, меня консультировал преподаватель из этой академии. И благодаря нему, конечно, я могла написать. И поэтому, ну да, я глубоко изучаю тему. Я считаю, что если человек взялся что-то делать, он обязан это либо делать хорошо, либо никак. Я предпочитаю делать как. Марина Линник. О таких говорят писатель новой информации. В своих книгах она опережает время. Опираясь на историю, создает фантасмагорию. Читатель, утопая в кружевах сюжетных линий, улетает из привычных будней в мир полной страстей и приключений. Почувствовала, что мне что-то в жизни не хватает. Не хватает какого-то, не знаю, ухода именно из мира реальности, какой-то неведанный мир, интересный мир. И я поняла, что, видимо, это связано с тем, что мне действительно не хватает именно работы над книгой. Я начала писать второй роман, и, кстати, он назывался «На перекрестке двух миров». И именно эта книга, она и послужила, скажем, тем перекрестком моей жизни. Потому что именно при написании этого романа я поняла, что я больше не хочу работать в банке. Я хочу дальше продолжать писать. Мне это больше интересно, это больше меня это привлекает. И я просто это... Ну, я просто стала поняла, что я без этого просто не могу. То есть моя жизнь, она с этого момента, с этого перекрестка, она стала... Я посвятила себя только книгам. Как натура страстная и увлеченная, а, как известно, писателями становятся только люди с горячим сердцем, Марина вслед за написанием книг создала целый фотопроект, который наглядно иллюстрирует ее героинь, многогранных и необычных женщин. Это то смелая пиратка, то соблазнительная танцовщица, то бледная барышня из туманного альпиона. Мне для перевыпуска книги, которая называется «Реинкарнация», на обложке потребовалась женщина в костюме того времени. Из-за авторских прав я не имела права убрать ничего, никого другого, никакие фотографии другие. Соответственно, я попросила моего фотографа, Тамару Антипину, чтобы она помогла мне осуществить ту идею, которая действительно возникла у меня в голове. И когда мы начали снимать, делать несколько фотографий, у нас вдруг возникла такая мысль, а почему бы нам в жизни не воплотить то, что я написала, например. И вот видите, это же интересно. То есть здесь я пишу, я просто в своей голове, и вдруг это вот эти мысли, их выложить, видно, на фотопроекты. Плюс после того, как мы сделали первый фотопроект, проект, это был посвящен книге «Распады за грехи». Мы тогда снимали под Середняковой, есть киногород, мы как раз снимали, там снимали. Я сделала еще и мини-ролик. То есть для чего я это делаю мини-ролик? Ну и для того, что для кого не секрет, что сейчас молодежь, к сожалению, стала меньше читать. И чтобы рассказать о книге, чтобы заинтересовать читателя, я делаю такие вот небольшие буктрейлеры. Выпуск книги – это всегда коллективный труд. И в этом вопросе важно найти команду единомышленников, тех, кому будет близок взгляд автора. Марине в этом смысле повезло. С ней работают не просто высококлассные профессионалы, а в первую очередь преданные поклонники ее творчества. В ее книгах всегда есть одна героиня, женщина. И образы все разные. Наверное, скорее всего, остановлюсь на балерине. Ну, для меня как бы все эти образы, они чем близки? Тем, что чем сложнее была съемка, тем они ближе для меня самой. Героиня нашей детективной истории – не только талантливый писатель, красивая женщина, но и увлекающаяся натуром. Она имеет не менее десятка хобби. Одно из них – коллекционирование полудрагоценных камней. Знакомьтесь, это родонит. Говорят, что его задача – украшать жизнь, приносить эстетическое наслаждение, радовать глаз и оберегать семейный очаг. В детстве Марина получила классическое образование. Изучала французский язык, училась в верховой езде, игре на фортепиано и балету. Позже была экономика и юриспруденция, престижная работа в банке и личная драма. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так родилась писатель Марина Линник. Сегодня она рассказывает в своих романах истории о сильных женщинах, которые пережили предательство, измены, одиночество, мы сумели сохранить в себе самое ценное – способность любить. В каждой героине, она живет сама по себе, но в каждой героине есть частичка меня. Все мои женщины – это все сильные, уверенные в себе женщины, которые не остаются, которые, несмотря на какие-то там невосполнимые потери, они все равно добиваются той цели, которую они перед собой поставили. Ну, конечно, ближе всего, естественно, героиня, которую в книге «Инкарнация» это одна из моих любимейших книг. Те, кто знает меня, говорят, что это моя автобиография здесь прописана. Не скажу как, не скажу почему, но просто я говорю, что люди, которые меня очень хорошо знают, они просто сказали, «Марина, ты писала о себе». Действительно, эта книга – вот моя автобиография. Это книга – историко-мистический роман в эпохе Генриха Восьмого и его женизьба с Анной Клевской и последующий развод и новая женизьба на Екатерине Говард. Вот это как раз книга, причем эта книга не только как бы о непосредственно том времени, но она переключается с нашей современностью. Почему именно «Инкарнация»? То есть моя героиня, которая живет в современном мире, она внезапно вспоминает, то есть что у нее была другая жизнь и вот чтобы пережить эти свои кошмары, которые у нее пришли. Она вот должна прожить ее жизнь нормально. Для одних мама – это строгий критик, но для Михаила, сына нашей героини, студента юрфака МГУ, который делает первые шаги в литературе, мама выступает в первую очередь в качестве… вдохновителя. Все книги по своему характеру, по своему стилю уникальны. Но ближе для меня я считаю, что это пока бог спит. Потому что в нем сочетаются исторические моменты, культурные, философские моменты. Книги моей мамы, они достаточно философские, достаточно углублены в определенные темы. Больше книги моей мамы подходят людям, которые уже не до 40 лет, которые ближе к тому времени, когда люди больше читали и больше изучали, которые хотят узнавать и что-то изучать. Агат – один из самых таинственных и загадочных камней на планете. За его красотой и мерцанием кроется энергия мистики и волшебства. Наверное, именно поэтому Агат так близок нашей героине. Впрочем, как и дом Николая Гоголя в Москве. где она регулярно проводит творческие вечера, литературные встречи и озорные капустники по мотивам своих произведений. Среди столичной московской интеллигенции поговаривают, что кастинг на проведение мероприятия в знаменитом доме проводит лично Николай Васильевич. И не все могут там прижиться. Однако у нашей героини и классика русской литературы как-то сами собой сложились теплые отношения. Дом Гоголя и Марина Линник это такие атмосферные явления. Как и сам Гоголь, он умел вокруг себя создать атмосферу. Вот и сам такой был человек, который, в общем-то, притягивал просто магнит. Так и Марина. Каждая ее книга, это не просто вот литературное произведение, оформленное в обложке. Это целый мир, вокруг нее друзья. Это спектакли, которые она организует своими друзьями. Это кинопоказы. И Марина своими книгами, в которых много очень действующих лиц. И она их вот, она коллекционирует, она из них создает театр. Она ими вот разыгрывает их, как на шахматном поле. Вот так и Николай Васильевич, он играл в своих романах, с людьми, с событиями. Вот так что дом Гоголя ее принял с распростертыми объятиями. Тема этого капустника проходит в лучших традициях Гоголя, ожившие картины и ночь перед Рождеством. У мистики много своих негласных законов, которые куда сильнее законов физики и математики. Как бы парадоксально это ни звучало. К примеру, в какой-то момент в романе нашей героини «Кровь дракона» реальные и виртуальные миры начинают сливаться. На страницах произведения появляются привидения, не менее реальные, чем живые персонажи. И неожиданно возникает аналогия. А не являемся ли мы такие уверенные в собственной непогрешимости, вознесшиеся в гордыне всего лишь эфемерными привидениями на Земле? Я ее вижу как будущего сценариста, как создателя фильма художественного. Я ее вижу как режиссера даже постановки своего художественного фильма. И, конечно же, ей надо сняться в главной роли этого фильма. Это обязательно. То есть я ей этого желаю от всей души. А может, за всем этим кроется желание автора прожить несколько жизней, попробовать себя в разных ролях. Может, и так. Марина выросла на книгах Майрида, Агаты Кристи, Джека Лондона и многих других писателей. Своё творчество она начинала с исторических романов, но не так давно поднялась на еще одну ступеньку. Мистика — непростой жанр. Чуть пережмешь и станет похожа на сказку. И читатель будет сомневаться в правдивости повествования. Очень немногим писателям удавалось запусти равновесие, искусно вплетая мистическое в нить повествования. Марина литература — это очень много историй, фантазий. То есть это такие увлекательные книги, но они не такого простого чтения, как бы бытового. То есть они требуют такой, даже какой-то соучастия, мыслительной работы, сопереживания этим книгам. Но они, мне кажется, очень интересны тем, что человек представляет себе историю через собственную призму, через своё впечатление. Поэтому, мне кажется, в этом вот как-то уникальность. Ну, то есть практически можно было бы назвать Марину Жульверну. Отец нашей героини — инженер вертолётной техники, мама — музыкальный педагог. В их доме всегда было много книг, но, конечно, любимыми стали произведения дочери. Очень мне понравилась книга «Реаконация». Мне понравилась из фантастических, «Фантастических» мне понравилась «Потерянное во времени». Мне очень нравится её книга о войне, вот это «Потерянное детство». Это просто щемяще. Вы знаете, читая, я вот сколько раз перечитывала, это просто. И она, конечно, молодец, что она пытается в разных жанрах себя найти. Да, вот она попробовала фантастику, она попробовала мистику. Это тоже хорошо, понимаете? Потому что человек не должен зацикливаться. Мы же не можем играть только одни произведения классические. Бах, Гайд, Моцарк. Мы берём и современные. Мы любим хендемиты там играем. Вот так же и в литературе. И снова давайте вернёмся к самоцветам. На этот раз выберем камень карборунд. Он считается пустым, то есть не несёт в себе каких-то магических свойств. Однако пустое рано или поздно обязательно чем-то наполнится, а именно тем, что вложит в него владелец. Злость и обиды, любовь и счастье выбирать каждому из нас. Наша героиня уверена, что карборунд помогает именно ей добиться желаемого успеха. Результат таков. 13 книг, десятки наград, сотни преданных читателей по всему миру. Её изюминкой как писателя стала глубокая психологическая проработка каждого персонажа. И какие бы мистические сюжеты не закручивались, как бы не были страшны потусторонние силы, главными на страницах книг Марины остаются всё-таки люди. Высокое владение русским языком и отточенный стиль повествования делают своё дело, помогают читателю взглянуть на себя с другой стороны. У неё очень правильная речь. Это отмечают все критики, которые читали, ознакомились с её книгами. Они прямо специально это подчеркивают, что очень правильная речь, поставленные предложения. Я бы сравнила с признанными классиками прошлых лет. Это и Майн Рид, и можно даже с Хаггардом сравнить исторические вещи. По мнению президента гильдии книжников, руководителя торгового дома «Библиоглобус», самого известного и уважаемого книготорговца страны Бориса Семёновича Есенькина, у писателя Марины Линник большое будущее. Она идёт в ногу со временем и находится в постоянном диалоге с читателем. Считаю, что в настоящее время произошло самое тяжёлое и страшное. Каждый сам по себе. Писатель сам по себе, издатель сам по себе, и мы сами по себе. То, что было раньше, я всё это проходил и помню хорошо, сейчас это полный разрыв. Писатель, он должен постоянно присутствовать в точке виртуального и такого, и такого, и такого. За всей этой лёгкостью, изысканностью и элегантностью нашей героини желанием нести красивое русское слово в массы, говорить со своим читателем о сложном, просто и доступно, кроется высокая миссия. Знаете, самая главная, наверное, моя задача, как писателя, это сделать жизнь читателя немножечко легче. потому что каждая книга, она в основном заканчивается позитивом и даёт надежды читателю, что несмотря на проблемы, нет такого, у которых не было проблем, что несмотря на эти проблемы, жизнь продолжается, люди двигаются дальше, можно преодолеть любую боль, можно преодолеть любые препятствия, любые преграды, но стать счастливым. Счастливого! Издание Марины Леник это книги впечатлений, они окрашены полутонами. Каждая, как драгоценный камень, неповторима и многогранна. В этом фильме мы попытались рассказать вам о таинстве сотворения книги, как одной из сакральных частиц мироздания. Открывая одну из книг Марины, не ждите в финале ответов на все вопросы. Такого не случится, но, возможно, получится иное. Книга продолжит жить в вашей фантазии, и окружающий вас мир неожиданно обретет более глубокое философское осмысление. Попробуйте, прочитайте. Ну вот, ребята, дорогие друзья, вы увидели наш фильм. Я надеюсь, что он понравился. Для чего, в принципе, писатель пишет книги? Прежде всего, он хочет действительно, как сказал Баллийс Семенович, поговорить со своим читателем. Потому что мы живем в одном мире, читатель живет в другом мире. И это единственное, что нас соединяет, это вот посредником между читателем и писателем, это наша книга. И вот в этих книгах мы как раз и хотим рассказать читателю не только, ну, в данном случае, как бы, я рассказываю именно о моих книгах, не только о тех событиях, о которых я описываю, а все-таки поделиться с людьми своими мыслями, рассказать подрастающему поколению историю, которую, к сожалению, сейчас стали немножечко все-таки забывать. И благодаря вот книгам, благодаря... Вот недавно я была в Самаре на книжной ярмарке, и, вы знаете, меня очень порадовало то, что было очень много людей, которые действительно интересовались книгами. Подходили, спрашивали, расспрашивали, подходили даже... Не только вот люди там старшего или среднего поколения, покодили молодежь. И молодежь интересовалась не какой-то билетристика, интересовалась именно серьезным произведением. То есть они расспрашивали, о чем книги, что в них интересного. Кстати, многие даже покупали книги, не только путешественные, но и покупали книги о войне. Потому что все-таки дети, подрастающие, они должны помнить о тех событиях, которые все-таки являются нашей частью истории. И мы, писатели, мы должны рассказывать через книги, должны рассказывать людям все-таки именно то, что было в прошлом. Потому что, как я говорила в интервью местному каналу, что без прошлого нет будущего. Поэтому если мы забудем о своем прошлом, то у нас совершенно никогда не будет будущего. И вот это мы должны четко должны знать, помнить. И именно поэтому мы должны все-таки продолжать писать или писать. Все-таки встречаться с людьми обязательно. Мы должны все-таки рассказывать больше историй, рассказывать и показывать. Потому что, к сожалению, сейчас немножечко изменился формат. И чтобы донести книгу до читателя, до молодых читателей, мы должны, скажем, работать в их направлении. То есть они привыкли смотреть ролики, они привыкли смотреть вот эти вот ТикТок, все эти мини-фильмы. И вот благодаря вот тому проекту, который я делаю с моими друзьями, с моей командой, мы делаем как раз вот именно по книгам делаем эти мини-фильмы. То есть мы заинтересовываем таким образом читателя, потому что можно миллион раз о книге рассказать и посмотреть одну минуту яркие выдержки с небольшой озвучкой. и это будет немножечко для них уже более понятным. А мы должны все-таки, мы знаем, что сейчас дети не очень охотно читают, и поэтому наша задача все-таки заинтересовать подобным образом, то есть подобными роликами, заинтересовать детей, заинтересовать подрастающее поколение, чтобы у них было желание идти в библиотеки. Кстати, вот даже в той же Самаре на выставке участвовало целых три библиотеки. Несмотря на то, что сама выставка была небольшая, но тем не менее три больших библиотеки там участвовали. Это была библиотека для молодежи, городская и библиотека для детей. Вы знаете, меня очень поразила та работа, которая проводится именно в детской библиотеке для детей до лет, наверное, до 10, наверное. У них был очень интересный проект перед Новым годом, и мы им дали такое задание сделать мини-книжечки с их любимыми сказками. То есть эту книжечку надо было сделать полностью самим, то есть полностью оформить, написать текст. Вы знаете, когда я увидела, что дети сделали, я поняла, что, вы знаете, все-таки не так все плохо у нас в стране, потому что дети с такой фантазией, с такой любовью подошли к этому занятию и заданию, я, честно говоря, была просто поражена. То есть, не знаю, ну вот у меня действительно не хватило бы фантазии, а мне хватило. Очень много было на ярмарке, очень много было молодежи, действительно, которая с удовольствием брала книги, и я понимала, что они будут читать. Некоторых, не хватало, я видела, что не хватало, подходили дети, и я видела, что, ну, книги стоят сейчас дорого, вы сами знаете. Но, как я всегда говорила, что лишние 300 рублей меня не спасут. Вот, я просто дарила с удовольствием книги, и, знаете, такой восторг, я читала в глазах детей, что мне так было тепло на сердце, и я понимала, что то, что я делаю, слава богу, это, в общем, это, то есть, это будет им оценено, и это принесет им радость, потому что книга, она должна все-таки дарить радость. Что-то я, по-моему, заговорилась. Дорогие друзья, во-первых, я хочу, чтобы мы поприветствовали, Борис Семенович Есенькин подошел на нашу премьеру. Борис Семенович, спасибо вам большое. Да, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Мы выполняем ваш завет, Марина. Она, мало того, что создает фотопроекты, делает буктрейлеры, вот мы сегодня показали, фильм в Библиоглобусе. Может быть, вы скажете несколько слов? Сегодняшняя встреча, она, знаете, как бы знаменательная. То есть, то, что вы воспроизводите уже на уровне современном, то, что было вчера, это одно, а сегодня уже другое. человек мало читает, мало пишет. И поэтому все встречи, которые в Библиоглобусе, они направлены на то, что, о, молодежь у нас есть. очень приятно, да? И чем больше, тем лучше. Сегодняшняя встреча, что уже утром была, прекрасно, направлена на то, чтобы все-таки обозначить, что фундамент, это писатель. А у нас, говорит, это не культура. Поэтому сегодняшняя встреча, это как раз напоминание о том, что не просто рассказывать вот это, а вы еще как раз и вдохновляете. Знаете об этом? Я пытаюсь. Вообще, моя, наверное, главная задача именно вдохновить читателя на чтение. Да, даже сейчас, пока говорим не читателя, вдохновить личность, которая заинтересуется о том, что будущее не только в букваре, а будущее это в обзоре. Сколько писателей, да? Это же все фундамент России, а он как бы мы его теряем. И поэтому ваше такое выступление, оно говорит о многом, что надо зарываться. Не просто, а надо слушать, читать и самое главное писать. А молодежь перестает писать. Это тоже большое упущение и для родителей, и для нашего будущего. И думаю, сегодняшнее выступление ваше, оно еще раз подчеркивает, что сама по себе разговорная речь и книги и все остальное. Да, это фундамент, но, к сожалению, мы стали терять этот фундамент. Я помню, еще с давних времен меня учили, Толстой, и так далее, и так далее. Все, я вырос на этом. А сейчас немножко по-другому. Поэтому вам огромное спасибо за этот репортаж. Представляете, это очень важно. Литературу, да, но вы еще вдохновляете. Я правильно понимаю, да? Это очень-очень важно для нас, так как наше будущее зависит от нас, так как оно действительно, к сожалению, очень сложное и часто говорят, мама, ты не права. Но я думаю, все это впереди и думаю, что все-таки мы придем к тому, что и наше будущее выровняется и начнет читать, начнет писать, а в этом как раз и есть то, что Россия была и есть и будет. Вот это да. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, во-первых, можно сейчас обсудить фильм. Если есть какие-то вопросы, у нас открытый микрофон. Мы готовы ответить. Также Марина, наверное, с удовольствием подпишет сегодня книги, которые есть в продаже в Библиоглобусе. Есть уникальная возможность получить автограф автора. Пожалуйста, мы вас приглашаем. Если есть какие-то вопросы, пожелания, просто хочется поделиться своими впечатлениями от увиденного, мы готовы передать микрофон. Ну что, кто смелый? Наталья Николаевна, не отсиживайтесь. Нет, мы снимаем. Сюда? Да. Ну вот я смотрела фильм и думала, вот как можно, в общем-то, в таком небольшом времени вместить столько, вместить целую жизнь, рассказать о книге, рассказать о человеке. И причем вот в каком-то таком разноплановом совершенно виде. И мне показалось, что фильм действительно по-настоящему удачен. я смотрела много документальных фильмов. Этот легкий, этот как будто бы он просто адресован вот любому человеку. И мне кажется, что любой получит от него какое-то вдохновение, какой-то вообще для себя какой-то вывод сделает. Хочется писать после этого фильма. я сама и напишу. Наталья Николаевна детский писатель. Дорогие друзья, известный детский писатель. Замечательные вещи пишут. Просто вот именно для детей. Рекомендую. Спасибо большое. Вот. И мне хочется просто с удачей поздравить авторов фильма. Они действительно достойны, как говорится, вы этого достойны, как говорится, наших аплодисментов. А еще мне хочется сказать, что, что же это, зачем этот фильм? Мне кажется, он за тем, чтобы популяризировать прежде всего автора и его книги. Потому что, к сожалению, очень небольшие тиражи сейчас. Ни для кого это не секрет. И иногда просто хочется найти какого-то автора интересного. А в интернете нигде не найти, потому что, ну, маленький тираж, где это все читать? Вот после этого фильма это как бы такой указатель вообще, как бы такой почти библиографический указатель на то, что читать. Кого читать? И сколько читать? Спасибо большое. Спасибо большое. Еще желающие? Еще, конечно. Можно я? Евгений, выходите, пожалуйста. Мариночка, я хотела, во-первых, поблагодарить и вас за фильм, и вас за то, что вы нам предоставили такую возможность. Я хотела вам вопрос, если это уместно, и можно. В фильме прозвучало, что разные жанры, и вы пишете в одном жанре, потом вдруг вам становится интересно что-то другое, и вы из этого жанра выходите, и пишете уже. я сама пишу, поэтому мне тоже интересно. Я тоже из жанра решила уходить. И мне тоже интересны какие-то вещи другие. Вот как у вас происходит это, как приходит замысел, как приходит осваивать новый жанр, что является толчком? Может быть, вам сны какие-то сны снятся? Я не знаю. Ну, сны, не знаю. Сны, конечно, было бы замечательно, если бы я их помнила бы. Конечно, очень много интересных снов у меня снятся, но, к сожалению, как только я открываю глазки, надо бы в этот момент сеть сразу записать, но я все время почему-то забываю оставить ручку и бумагу около столика, поэтому не получается, к сожалению, записать. Как приходят идеи, замыслы, как я так лихо меняю жанры? Ну, во-первых, я начала писать в приключенческом жанре. То есть два первых романа, они написаны чисто в приключенческом жанре в стиле именно Хаггарта, Басонара, то есть именно о том, о чем я выросла на приключенческой литературе. После совершенно внезапно мне вдруг попалось, именно вот попалось, то есть у меня каждый сюжет какой-то книги внезапно попадается на глаза совершенно, но, видимо, в свое время в нужное место попадается именно тот сюжет, который нужен именно сейчас. Поэтому третья книга у меня была чисто историческая. Я писала о XII веке, о последнем крестовом походе. Заметку я нашла в книге «Альманах неопознанного», по-моему, так называлось. Заметка была совершенно маленькая, прям совсем маюсенькая. Там была рассказана именно реальная история о паре, которая во время крестового похода, они сочетались браком, и после этого рыцарь ушел и действительно разрубил кольцо на две части. Я дал одну половинку своей супруге, а второй забрал себе. После этого он во время войны с Сарациной попадает к ним в плен. Дальше были его разные перебития, и после этого он возвращается, уже через много лет возвращается как раз в тот момент, когда она уже стоит перед лотарем, считая его погибшим, и уже собирается выйти замуж. Это было замужество совершенно, то есть было навязанное ей, она не хотела выходить, но, к сожалению, в XII веке женщина не выбирала, она от себя не принадлежала. Но заметочка была совершенно маленькая, но тем не менее, из этой маленькой заметочки вдруг мне показалось, что из него можно что-то сделать. Поэтому после этого у меня был роман об историческом прошлом. Ну, разница, вы же, Занечка, знаете. Этот сюжет я увидела в метро в голове своей, когда между станциями погас свет, остановился поезд, и вот 20 минут я сидела непосредственно в вагоне, и вот у меня в голове как пролетел сюжет просто вот как кино. Ну, это как раз о пиратах, но вот оператор долго, она очень утрамбовывалась в моей голове, потому что у меня не было опыта никакого, пока я не нашла преподавателя из Новороссийска, который помог мне обучиться морскому делу. Я не смогла ее написать. Ну, соответственно, авантюрный роман у меня написался после книги о войне, потому что книга о войне очень тяжелая. При написании я смотрела не только видео и фото, но и читала. То есть, сами понимаете, писать о том же самом детском концлагере, о чем, как называется книга «Украденное детство», писать о детском концлагере, я как мама, для меня это было очень страшно. И поэтому после работы над этой книгой хотелось что-то веселое. А что весело, может быть? Переключиться. Да, вот оно переключилось как раз на авантюрный роман. Поэтому, не знаю, мистика появилась, вот «Кровь дракона» как раз мистический роман после того, как я переболела коронавирусом. То есть, да, это был ужас и кошмар в моей жизни, потому что действительно, к сожалению, коронавирус сопровождался больницей большими последствиями после этого. И вот это состояние ужаса в душе, внутри себя, мне захотелось это выплюснуть, но вот появился мистический роман. В общем, так получалось, что в моей жизни в какой-то определенный момент случались те или иные события, которые подталкивали меня именно вот этого романа. То есть, как это? Ну, наверное, где-то свыше, наверное, все-таки давалось. Спасибо большое. Но я хотела, во-первых, я не знаю, может быть, как-то подбодрить, что ли, вас, потому что здесь, ну, подписано на некоторые аккаунты киносценаристов. И прочла одну вещь, которая, ну, она меня тоже как-то заинтересовала, потому что, говорят, умение писатель, настоящий писатель, это, в общем-то, человек, который умеет считать информацию в нужном для себя русле. То есть, то, что другие не замечают и пройдут мимо, писательский ум, глаз, уши, они услышат то, что потом преобразуется в их голове и уже становится сюжетом. Женечка, ну, а в принципе, наверное, писатель так, по крайней мере, действительно, именно настоящий писатель, он так и пишет. То есть, он не высасывает из пальца, у него он входит какой-то определенный транс и начинает, то есть, я говорю, складывается у него. Я просто говорю, мы когда начинаем снимать книгу, я многие вещи, мне приходится, то есть, перечитывать даже собственный роман, перечислить, потому что Тамара Антипина, вот мой фотограф, она же снимает не общим сюжетом, она снимает вот очень точечно. И когда начинают меня спрашивать, Марина, а вот это как, а вот это так, а я понимаю, что я не помню, как. Я говорю, я же, Томочка, я говорю, ты лучше прочитай сама, потому что, если честно, я это уже не помню. То есть, я помню общий сюжет, но я мелочи, я не помню. То есть, я настолько впадаю именно в этот транс, что я вот эту мелочевку, я вот ее даже не замечаю. Однажды, ой, знаете, однажды мне очень стыдно, но я однажды зачитала собственным романом. Я разбирала вещи на полке, хотела книжные, на книжные, хотела там прибрать, и как-то вот автоматически взяла, раскрыла, стала читать. Читаю, и так увлеклась, думаю, интересно, как пишет интересный автор. Думаю, кто же все-таки, кто же написал об этом интересном сюжете? Я закрыла книжку, я вижу, что я читаю собственную книгу, мне стало так плохо. Поэтому, да, Женечка. Должно быть хорошо. Нет, должно быть хорошо, но плохо, просто именно это плохо от того, что я действительно, то есть, некоторые моменты просто действительно не помню. На самом деле, это вещь очень увлекательная, я иногда тоже, но мне, когда надо поднять настроение, я просто открываю свою книжку, и я даже не сюжеты меня так, а вот тот настрой, в котором я писал, я его вспоминаю, и понеслось дальше. Это здорово, да. Да, это подымает. Я благодарю вас, я желаю успехов в дальнейших, в писательском деле, но и не только в писательском, я так понимаю, талантливый человек, талантливый во всем. Ну, стараемся. Спасибо вам большое. Не останавливаемся на достигнутом, развиваемся и работаем дальше. Спасибо. Спасибо, Женечка, огромное. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и я хотела сказать несколько слов о моей любимой, дорогой подруге, без которой я не могу прожить вообще ни дня, потому что надо утром поздороваться, надо в середине дня обменяться с планами всякими, что и вечером поделиться тем, что произошло, и как было хорошо, или было тревожно, или было что-то еще. Но я хотела не об этом сказать. Я хотела сказать о том, что Марина очень душевно щедрый человек. Я таких людей буквально просто по пальцам можно пересчитать, потому что она делится своей радостью жизни, своей любовью, своей надеждой на лучшее. В общем, всем самым хорошим она делится с нами. И поэтому я более щедрого человека точно не знаю. поэтому вот эта поддержка ее каждого, вот кого она знает и даже кого не знает, вот кого-то увидела что-то и сразу говорит, а вот что у него случилось, может быть, помочь. Меня это поражает мне. И поэтому вот не растрачивай, наоборот, растрачивай на нас свое вот это счастье, свою любовь, потому что она восполняется. Тебе вот за это большое спасибо. Спасибо, моя дорогая. Я бы тебя поцеловала бы. Спасибо, солнышко, спасибо. Александра Акатова, писательница, моя лучшая подруга. Спасибо, солнышко. Еще вопросы, мои дорогие. Да, конечно, пожалуйста. Я не буду выходить. Простите, я как мама хочу поблагодарить здесь сидящую Балашову Викторию, которая, Марина, это ее издатель, притом она сама замечательный писатель, она сама замечательный человек. Ее муж увлекающийся, который очень знает хорошо подводный мир. И Марине, наверное, просто повезло с Викторией, очень повезло. Она нашла своего. Ну да, мне действительно с Викой очень легко работать. Вика, выйди, пожалуйста. Виктория Балашова, писатель, мой издатель. Мне действительно очень повезло работать с этим человеком, потому что, во-первых, Вика очень обязательный человек. Если Вика сказала, что будет именно тогда, это будет именно тогда. Не днем позже, не днем раньше. То есть прямо вот четко. Я сама, честно говоря, перфионистка, и поэтому для меня это очень важно. Плюс, Вика действительно очень душевный человек и знающий, умный человек. Ну, я про талантливого писателя, я, говорите, как писатель, я не могу сказать, потому что я все-таки говорю, как моим издателям. Это я уже, когда я буду как читатель уже буду говорить, скажу, что да, научен талантливый писатель. А пока я говорю, как писатель. Поэтому большое спасибо за работу, потому что действительно работать с тобой, ну, радость, потому что ты можешь и подсказать что-то, все-таки ты сама в этом очень крутишься. И все-таки я точно знаю, что книга будет, и она появится. Вот, когда человек уверен в том, что у тебя тыл сзади очень крепкий, можно, в общем, в принципе, работать, писать, что-то делать, и, в общем, ты понимаешь, что тебя не подведут. А это очень важно. В нашей жизни сейчас найти верного человека, который не подведет, очень часто сложно. Поэтому, Вика, большое спасибо. Ну, а как уже читатель, да, Вика, действительно, талантливый писатель. И, конечно, дай Бог, чтобы находился у своего читателя, чтобы, можно больше люди интересовались тем, что делаешь. Вика пишет очень интересные работы ЖСЛ о людях, о знаменитых людях. последняя была Шанель. Шанель была, да, потрясающая книга. Я ее, к сожалению, только начала читать, никак не могу дойти до нее, но я надеюсь, что все-таки сейчас будут праздники, вот, все-таки дочитаю ее уже до конца. Вот, Вика, дай Бог тебе здоровья, сил, счастья, ну, и твоему мужу, горячо любимому, помогать своей очаровательной супруге и как можно больше. Она этого достойна. Спасибо. Спасибо, друзья, захвалили немножко. Я обратно переключу внимание на Марину, просто скажу несколько слов о том, что мы с ней встречались. Я делаю интервью для своих двух каналов, и мы целый час разговаривали с Мариной, и многие вещи, которые здесь в фильме, я уже слышала, причем в таком развернутом виде, мы очень хорошо поговорили. Вика вытащила прямо всю подноготную из меня. Да, так что я хочу сказать, человек Марина действительно очень интересный, и когда человек неинтересный, ему нечего сказать, он никогда не напишет хорошую, интересную книгу. Когда в человеке огромный внутренний мир, то, естественно, ему есть чем делиться, и я думаю, что у Марина в запасе еще просто огромные вот эти вот драгоценные количества, коллекции драгоценных камней. Конлекции камней у нас огромные. Так что есть чем поделиться и в этом переносном смысле слова. Так что спасибо большое, я надеюсь, что впереди у нас много интересной работы. Я тоже желаю вдохновения, взаимно, всего самого хорошего. Спасибо, дорогая, спасибо. Еще, пожалуйста, кто-то хочет высказаться? А я Любовь Курьянова хочу поблагодарить за такое вот открытие. Еще. Я на правах читателя скажу, Мариночка, вот все, что ты делаешь, вот настолько верно, правильно, настолько своевременно и современно, вот так скажу даже. То, что вот эти все презентации, которые мы в доме Гоголя, я туда прям хожу, вот как, я не знаю, для меня это даже не театр, это больше, это очень близко, это такой, вся та атмосфера, вот я понимаю теперь, каково было в 19 веке, камерный театр, вот эти домашние, вот это то и есть. И вот эта атмосфера, в которой ты проникаешься, глядя на все то действие, которое там происходит, вот, конечно, мне очень интересно сразу становится, что же там дальше, а что же там в книге. Я понимаю, что это какие-то маленькие моменты, но они так затягивают, и это здорово. Вот, плюс вот эти ролики, это очень здорово. Действительно, молодежь, она сейчас из этих тиктоков я гоняю только в путь, вот, поэтому вот это вот очень даже хорошо. Да, я очень часто, когда приезжаю, я даже приезжаю, когда вот в библиотеках, я вот выступаю перед людьми, перед детьми, действительно, вот именно только так их, к сожалению, сейчас можно заинтересовать, потому что сначала я начинаю рассказывать, я вижу, ну, так-то, скажем, не грустные лица, но так, скажем, не особо интересно, то есть их пригнали со школы, то есть вот они особо не хотели, но их там заставили, ну вот, а потом после первых двух-трех роликов смотрю, появляется уже какая-то искрака интереса, вот, потом уже смотрю, уже начинают уже задавать какие-то вопросы, а потом смотрю, в конце вечера уже, а можно вот у вас там книжечку, потому что я книги в основном, конечно же, дарю, дарю, потому что, ну, в общем, не всегда, как говорится, у детей бывают динь, но тем более, что меня пригласили, я как бы это подарок от меня, но вот я смотрю, а вот можно вот у вас вот эту взять книжечку, а можно вот эту, то есть я вижу, что они уже, их заинтересовались, что они уже будут читать, но вот, к сожалению, пока работаем так, но может быть, к сожалению, может быть и к счастью, в общем, мир не встает на месте, мир не встает на месте, то есть, значит, такова сейчас реальность, и надо, в общем, идти в ногу со временем, я стараюсь. Я очень благодарна судьбе за то, что она нас свела, вот, мои дети в тебя влюблены, сразу удивляю. Признаюсь. Они очаровательны. Они влюблены в тебя очень, вот, поэтому мы потихоньку читаем, даже взрослые книги, вот, ложимся спать, и мы так, сегодня кого почитаем, так что, очень все замечательно, и я желаю тебе лучше. Я могу сказать, что детям у нас впереди в мае, у нас будет презентация моего самого первого романа, у меня будет его перевыпуск, и это книга о приключениях по Южной Америке, Перу, в затерянном городе, по индейцам, так что, если, говорится, все получится так, как я задумала, детишкам будет очень, очень интересно. Ну, здорово, ждем, ждем с потерпением, и очень благодарны за все, Мариночка, творчество, успехов, ну, и развиваться, 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 чтобы был действительно потенциал, он не прекращался, и чтобы было всегда, вот, от благодарности зрителей, как говорится, напитываться, напитываться, напитываться. Спасибо, дорогая, спасибо большое, спасибо. Еще есть желающие, пожалуйста. Благодарю, а можно отсюда, ее нужно взять? Да, ну, хорошо. Нет, давайте так. Хочу поблагодарить вас за встречу, мне очень интересно было слушать и видеть вас на самом деле, меня пригласила Евгения, я подруга ее, я вас слышала, мне было очень интересно вас увидеть на самом деле, я хочу сказать, что мне очень понравился ваш ролик, очень эстетичный, информативный, благодарю вас, и мне, ну, как бы запало в душу, мне понравилось, как ваш сын о вас высказывался, и я запомнила эти две книги, обязательно к ним вернусь, «Реинкарнация» и «Пока Бог спит». И насколько я почувствовала такую очень духовную близость между вами и вашим сыном, и мне было очень приятно наблюдать, как он говорит о вас, и это еще раз подвигло, обязательно почитать ваши книги. Спасибо большое. И вы очень прелестная женщина, и всегда приятно, когда книги, о которых говорит автор, и образ самого писателя соответствуют друг другу. Спасибо огромнейшее. Спасибо большое. Благодарю. Я действительно очень горжусь своим сыном, это моя поддержка, это моя опора. Мишенька, выйдите, пожалуйста. Потому что действительно у меня сын, он не только меня поддерживает, он меня вдохновляет на подвиги, он мне подсказывает, как и что нужно делать. Потому что, знаете, одна глава хорошо, две. У меня мама моя большой критик, мой самый первый критик, самый мой первый читатель. Это моя третья голова. Так что я такой дракон о трех головах. И я, конечно, очень благодарю Мишу за помощь, за поддержку, за то, что вообще он есть в моей жизни. Миша стал писать, он пишет стихотворения, он пишет рассказы. А что немножечко, как говорится, передаю опыт, тоже помогаю ему в чем-то и подсказываю, как лучше сделать. Но он ее своим путем, естественно. Я могу только помочь, что-то только подсказать, а дальше он развивается сам. Так что, Мишенька, спасибо большое. Я действительно с тобой очень сильно горжусь. Ну что ж, друзья, на этой светлой ноте мы постепенно подводим к концу нашу встречу. Марин, я думаю, что сейчас желающие могут получить ваш автограф. Дорогие друзья, ну и на этой неделе, я думаю, что во вторник Марина опубликует уже фильм на своей странице ВКонтакте, после того, как пройдет премьера на телеканале «Русский мир». Распространяйте эту ссылку, лайкайте, пусть как можно больше людей узнает о Марине, о ее книгах и вообще узнает о писательском труде, потому что я надеюсь, что многие, прочитав, ознакомившись, захотят тоже вдохновяться и захотят тоже написать, может быть, свои первые строчки. Марина, спасибо. Спасибо всем. И одну секундочку. Рояль здесь стоит, но, очевидно, там есть рояль в кустах. Сейчас мы посмотрим. Я так и знала. Рояль точно есть. Я хотела бы от всей души поблагодарить вдохновителя. Все-таки на этот фильм любовь меня вдохновила. Пожелать больших творческих планов, новых идей. Ну и, в общем, я готова на сотрудничество, потому что мне очень понравилось с вами работать. Это взаимно. Дорогие друзья, ну что, будем делать полный метр художественное кино. Спасибо большое. Будем отойдем работать. Спасибо всем огромное. Спасибо. Спасибо, друзья, что вы пришли. Спасибо, что вы поделились своими мыслями. Потому что, ну, конечно же, для писателя очень важна обратная связь. Потому что, да, мы делаем, мы творим, мы работаем. Но мы бы хотели бы еще и увидеть, и узнать, что думают наши читатели, что думают друзья. Друзья же тоже читатели. Потому что мы с твоей стороны смотрим одно, вы как-то понимаете совсем другое. И поэтому обратная связь, она очень нужна. И именно для этого я провожу разные тематические вечера. И я вот надеюсь, что у нас в мае, это будет 21 мая, в доме Гуголя, в моем любимом Альма-Матре, вы сами знаете, это мое любимое место, будет презентация романа, который вдохновил меня на писательскую деятельность. Называется «Дорога в никуда». И я надеюсь, что все получится так, как я задумала, запланировала. Вы узнаете очень много интересного и о Южной Америке, и вообще, в общем, перенесемся. Как я говорю, что мы очень любим, я люблю очень путешествовать в разные миры. Мы с вами путешествовали уже в разных местах, и по Франции, и по Англии путешествовали, и не только. Поэтому, в общем, я надеюсь, что будем все живы-здоровы, и в мае мы попутешествуем по Южной Америке. Так что, друзья мои, спасибо вам огромнейшее. Я всех люблю. Дай Бог вам всем счастья и здоровья. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ